Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал у меня в садочке. Недавно удалось мне купить новое для меня микроудобрение. Метаборат калия. Микроудобрение, совмещающее в себе сразу две подкормки для наших растений. Бором и калием. Довольно редко используется дачниками. И в продаже я его, кстати, до этого не видела. Не особо всматривалась, может быть, но не видела. В одном месте только удалось купить. Обычно либо калийные подкормки используют дачники, либо раствор борной кислоты. Но я думаю, что имеет смысл познакомиться именно с этой подкормочкой. Метаборат калия. Если вдруг, увидите в продаже, непременно купите. Он может заменить подкормку борной кислотой и в придачу подпитает ваше растение калием. Обычно подкормку борной кислотой проводят во время формирования бутонов. Чтобы растение в будущем при цветении не сбросило завязи и цветы. А калий, он необходим как раз вот тоже в это время. Мы помним, что он непосредственно влияет на закладку и формирование бутонов. То есть всего будущего урожая. То есть калий увеличивает количество бутонов, а бор, он способствует их сохранению и в придачу закладки хорошей, полноценной закладки урожая. То есть завязи не сбрасывает растение. Борная кислота плохо растворима в воде. А метаборат калия очень хорошо растворим. И на мой взгляд весьма удобен в применении. Ну по крайней мере удобнее борной кислоты. Его можно использовать как в открытом грунте, так и в теплицах. Возможно использование через капельный полив. Вот например огурцы часто страдают от недостатка калия. Для клубники своей я вот хочу его попробовать использовать. Для цветочных культур тоже будет очень хорошо применить метаборат калия. Это удобрение содержит калия достаточно много. А это значит, что цветы ваши растения будут на высшем уровне. Калия в препарате 44%. Бора 10%. Ну еще с одной десятой. Можно совмещать препарат с другими удобрениями. По цене примерно сопоставим с борной кислотой. То есть недорогое удобрение. На упаковочке кстати имеется превосходная таблица. По которой вы например сможете определить, какого элемента не хватает вашему растению. Если у вас растение болеющее есть какое-то, вы сможете вот с помощью этой таблицы определить, какого элемента не хватает ему. Бор вообще участвует в формировании клеток. И в накоплении крахмала, сахара в клетках. Не хватает бора, это значит клетки деформируются, бутоны не образуются. Растение слабеет. Те, что завязи сформировались, они опадают. Растение замедляет рост. Стебель искривляется. Я вот долго уже планируем применить борную кислоту на клубнике на своей. Хочется посмотреть, как это отразится на цветении. В моих условиях у меня глина на участке. Там бора скорее всего недостаточно. Вот в прошлом сезоне я ждала хорошего урожая. Но почему-то не получилось. Когда растения мои начали цвести, уже по возрасту грядка такая стала. Второй год, в общем, плодоношение было. И когда я ожидала хорошего цветения, хорошего плодоношения, когда растения зацвели, мне показалось, что заложено очень мало цветоносов. Может быть, из-за суровой зимы. Может быть, все-таки сорт не очень удачно я выбрала. И опять же, у меня вот эта ранняя клубника была. А я вот заметила, ранние сорта, они не образуют множественных розеток, как правило. У них розетка одинарная. И вот они плетутся, как бы дают усы. Дальше-дальше размножается растение. Но все розетки одинарные. А вот у меня был среднеспелый сорт. Там множественную розетку растений формировало всегда. И с одного куста урожай был обалденный. Там просто весь куст был в ягодах фактически. Вот у ранних сортов, мне кажется, такого не наблюдается. Так что ранние сорта я теперь буду сажать для того, чтобы первых ягодок поесть. Сильно много размножать я их не буду. В будущем сезоне хочу попробовать все-таки подкормочку эту применить. Метапорад калия. Думаю, что все-таки по-любому будет лучше. Так, применять метапорад. Нужно либо опрыскивать растение из расчета 1-5 грамм на 2 литра воды, либо поливать под корень. Разводят тоже... Нет, не то же, а уже как бы 1-5 грамм разводят на 10 литров воды. У препарата третий класс опасности. Средства индивидуальной защиты необходимы. Буйскому химическому заводу особая благодарность за замечательную табличку на упаковке препарата. Видна забота все-таки предприятия о садоводах, огородниках. Это очень приятно. Ну, собственно говоря, у меня все по данному удобрению. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного про сад и огород. Пока!